30 июня исполнилось три года со дня открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Он стал символом подвига воинов в годы Великой Отечественной войны. В 20-м году церемонию открытия посетил президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко. Как планируется развивать территорию мемориального комплекса дальше, расскажем в следующем материале выпуска. Даже в будние дни у Ржевского мемориала многолюдно. С момента открытия мемориальный комплекс посетило более 4 миллионов человек. Среди гостей жители из разных регионов России и стран СНГ. Многие приезжают, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Туда приезжаем, да и все туда приезжают. Только с одной мыслью, это почти память людей, которые нам обеспечили сегодняшнюю жизнь. Огромное количество тех, кто защищал нашу родину, кто в Ржеве бился с нацистами. Это поколение победителя. И каждый год мы придаем захоронению от 1200 до 1800 останков наших героев. Каждый год на территории Ржевского округа работают поисковики. Они находят и перезахоранивают останки павших воинов в Великую Отечественную войну. 22 июня в День памяти и скорби земле предали 585 останков. Из них у 34 защитников удалось установить имена. Среди них сержант Иван Дмитриевич Старшов. Его прах вернулся на родную ржевскую землю со Смоленской. Его призвали в 1940 году. А осенью 1941 он погиб в ходе Ельинской операции в Смоленской области. Поисковикам удалось прочитать медальон и найти родственников. В момент находки пролетел большой косяк жировлей. Это обычно для нас знак, конечно. И вот он лобнулся сюда. 1 апреля мы его подняли. Нашелся медальон, были личные вещи. Результат, мы считаем, полностью достигнут, когда нашлись, конечно, родственники. Торжественную церемонию открытия памятника в год 75-летия Победы посетил президент России Владимир Путин. Вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Владимир Путин отметил, что Ржевский мемориал – это еще один символ общей памяти. Преклонение перед великим и самоотверженным подвигом солдата-герой и освободителя. Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях под Ржевом. Рядом с памятником советскому солдату работает музейный павильон, где можно узнать об истории Ржевской битвы. Здесь установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших под Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы. Развитие мемориального комплекса продолжается. Создан специальный павильон для международных делегаций, которые прибывают к мемориалу. Сейчас идет разработка документации для создания музея и плюс проект генерального плана для установки большой открытой площадки для техники военной. Надеемся, что в том числе и сможем получить экспонаты с специальной военной операцией в разрезе мероприятия «Внуки против нацистов». Напомним, что мемориал высотой 25 метров установлен на 10-метровом холме. Монумент возвели всего за год. На бронзовых плитах выбиты 18 тысяч фамилий. 200 тысяч фамилий участников битвы внесены в интерактивную базу данных. Памятник стал символом подвига воинов, которые пали на полях сражений Великой Отечественной войны.